Из космос тресе, из мертвых, смерть ее смерть поправ, И сущим ограбеживо дарова. Летний сезон в философском саду при доме музея Павла Флоренского на Пионерской улице начался с молебна у креста новомучеников и исповедников радонежских. Затем последователи творчества отца Павла и философа и писателя Василия Розанова в этом году отмечается 160 лет со дня его рождения, переместились в философский сад, который Фонд науки и культуры священника Павла Флоренского презентовал прошлой осенью как продолжение работы по увековечению памяти священника. В этом году еще одно событие – открытие нового выставочного и конференц-залов. Наш фонд и выставочный зал будут носить, конечно, не просто культурное назначение, а церковно-культурное, именно православное. Поэтому сегодня мы открываем первую выставку Николая Анучина и Александра Харитонова, членов Московского союза архитекторов и Московского союза художников, которые помогали нам здесь в проектировании, восстановлении этого особняка. Открывается не только выставочное помещение, но и первое помещение, в котором мы можем проводить сегодняшнюю конференцию и вообще различные мероприятия, связанные и с отцом Павлом, и с философами, потому что у нас называется музей еще и русской философии. Право разрезать ленточку было предоставлено дочери Марии Тихоновой, что стало символичным. Так новое поколение тоже приобщается к отечественной науке и культуре. В выставочном зале посетители встречают портреты Василия Розанова и Павла Флоренского, чье наследие здесь бережно хранят. Он православный священник, который оставил очень интересные труды, о которых сейчас многие спорят, беседуют. Сам я еще не ознакомился в полной мере с его наследием. Ну и эта выставка – повод против своей лени попытаться как-то приблизиться. Выставка живописи посадских художников Николая Анучина и Александра Харитонова необычно и глубоко символично. Много абстрактных и сюрреалистических работ, которые посетителям приходится буквально расшифровывать, как, например, картину «Возвращение». То, что человечество проходило, еще о Бога, а на самом деле вот оно внутри корабля, вот это. И видите, корабль, он такими воздушными, то есть к горнему миру поднимается вверх. То есть там картина называется «Возвращение», то есть «Возвращение к Богу». После презентации выставочного зала в помещении культурного центра открылась конференция к 160-летию писателя и философа Василия Розанова. Бюст Василия Розанова станет первым на аллее философов в саду на Пионерской. У нас в программе, значит, небольшой памятник, памятный знак Розанову и доска Розанову, которую мы хотим подарить библиотеке Розанова. И это случится, я думаю, что в ближайшее время памятник непосредственно будет уже на аллее философов. Это будет первый памятник философу Розанову. Дальше уже будут в связи с событиями другие, да, устанавливаться. Но вот философский сад, он как бы начинает уже жить с этого лета. Приглашаем всех сергиев-пасадцев посетить наш выставочный зал, нашу выставку и поучаствовать в наших событиях. Пока сад философов и выставочный зал в связи с проводимыми ремонтными работами будет открыт по выходным и праздничным дням. По вопросам времени посещения и групповым экскурсиям просят обращаться по телефону 8 905 767 89 13.